Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о послании святого апостола Павла к филиппийцам. Сегодня мы с вами говорим о второй главе. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но посмиренно мудрию почитайте один другого в высшем себя. Не о себе только заботя, но каждый о других. Апостол перечисляет те действия богодати Божией, те проявления Божьего присутствия в среде филиппийцев, которые его наполняют радостью. И он говорит, дополните мою радость, то есть своим поведением покажите, как Бог могущественно действует в вашей среде и как Бог меняет вас изнутри. Евангелие — это сила Божия ко спасению, которая изменяет людей, и апостол видит, как это Евангелие действует, и это наполняет его радостью и утешением. Он говорит, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. Любопрение — это страсть к спорам. И мы знаем, что это то, что всегда, конечно, было, но вот сейчас, особенно когда у нас особенно стало удобно спорить благодаря социальным сетям, каждый сидя в своем кресле у себя дома, у нас эта страсть любопрения, она приобрела огромные-огромные масштабы, и желание доказать, что я прав, желание отстоять свою точку зрения, она проявляется в «вы» с большой силой. Вот апостол говорит, чтобы мы ничего не делали по любопрению, по желанию себя поставить, по желанию доказать, что я прав, или по тщеславию, то есть поставить себя выше других. Но посмиренно мудрию, почитайте один другого выше себя. Это очень, как бы мы сказали в наше время, контркультурная заповедь, потому что люди тогда и сейчас и всегда стремятся поставить себя выше другого и смириться, признать другого выше себя. Это редкий подвиг. И вот именно к этому подвигу нас призывает апостол. Мы должны почитать своего брата выше себя. Мы должны почитать, тем более священников выше себя, тем более епископов выше себя, и не превозноситься. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Человек, конечно, устроен так, и это признак нашей падшей природы, что каждый из нас обращен прежде всего к себе. Я озабочен своими переживаниями, я взволнован своей глубоко ранимой душой, я обращаю внимание на то, как я что-нибудь получу или что-нибудь утрачу. И это, естественно, получается само собой. И вот апостол призывает нас выйти из этого колодца своего «я», где мы на дне сидим, и обратить внимание на других людей, что требует большого усилия и требует большого подвига, потому что даже в семье на близких людей очень сложно обращать внимание. И вот апостол говорит не о себе только каждый заботится, но о других. Просто проявляйте интерес к другим людям, заботясь об их нуждах, как физических, так и эмоциональных. И далее апостол выступает с очень важным, там дальше идет очень важный богословский фрагмент, потому что христианская этика — это не просто набор каких-то советов, не просто набор каких-то предписаний, которые можно найти там много где. Можно найти у ветхозаветных пророков, можно найти у каких-то языческих мудрецов, можно найти у Конфуция, множество прекрасных нравственных наставлений. Много где есть какие-то прекрасные этические наставления, которые мы не можем никак оспорить, там у Синеки, у многих других языческих авторов, но у них все это лишено основания, на котором апостол строит все это нравственное вещевание, на том, что нам дарована новая жизнь в Иисусе Христе. Человек без Христа может понимать, что хорошо и что плохо, даже должен понимать, Бог в сердце каждого человека ввожу сознание нравственного закона, но он не в состоянии это исполнить, не в состоянии за этим последовать, потому что у него нет новой жизни в Иисусе Христе. У христианина есть, и апостол рассказывает о том, как мы эту жизнь обретаем. Вот что он пишет. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу, но он не чижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, а по виду став, как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонялось всякое колено небесным, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Он, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу. Может быть, фраза, которая нам непонятна, потому что ее трудно очень переводить. В греческом тексте слово «образ», «морфе» — греческое слово, оно может быть только отчасти передано нашим словом «образ», потому что для нас образ — это опечаток. Это вот мы знаем, что все люди созданы по образу Божию, что на монете изображен образ государя, на иконе изображен образ святого. «Морфе» — это другое. «Морфе» — это полный набор свойств и характеристик, которые делают нечто тем, что оно есть. То есть в некоторых переводах и передают «он по природе Бог». И это правильный перевод, потому что речь идет о божественной природе Иисуса Христа. То есть в греческом тексте, если мы посмотрим, там речь идет о божественной природе Иисуса Христа. Он, будучи образом Божиим, будучи по природе Богом. Не так, как каждый человек есть образ Божий, а именно уникальным образом Иисус Христос был по природе Бог, не почитал хищение быть равным Богу, то есть не вцеплялся в это равенство Богу, не стремился удержать за собой этот статус, ну или, можно сказать, не держался за это равенство с Богом. «Но уничижил Себя Самого». То есть Христос, будучи наивысшим, занимая наивысшее положение вообще в мироздании, и даже за пределами мироздания, Иисус Христос, Бог, уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став, как человек. Апостол говорит о тайне Бога воплощения, как во многих местах говорит Библия, это тайна Бога воплощения, как Бог стал человеком в Иисусе Христе. И Он уничижил Себя Самого, сделал Себя Ничем, опустошил, это то, что называется в богословии греческим словом кенозис. Он принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став, как человек. То есть Бог в Иисусе Христе уничижил Себя Самого и стал человеком. Смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. И вот став человеком, Иисус уничижил Себя, Он смирился до смерти и смерти крестной. Иисус не преследовал своих интересов. Он не хотел ничего себе. Единственное, что Его интересовало, это исполнить волю Божию, и Он исполнял ее, быв послушным, даже до смерти, и не просто смерти, а смерти на кресте. Мы видим это поразительное нисхождение Бога не просто в статус человека, но в статус человека, умершего и распятого. Бог, когда он становится человеком, он не становится римским императором. Самый могущественный человек тогдашнего мира — это римский император, конечно. Но Бог не имеет никакого отношения к римскому императору. Бог становится простым ремесленником, и Бог приходит в мир в простой семье ремесленников, и Бог живет обычную человеческую жизнь, и Бог принимает человеческую смерть. Так Бог уничижает себя, будучи послушным до смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Это может вызвать некоторое непонимание, иногда люди путаются, а каким образом Бог превознес Христа, если Христос — Бог. Дело в том, что Христос, как нам говорит Священное Писание, как верит Церковь, Он обладает двумя природами. Он одновременно и Бог, и человек. Бог, Он вечно пребывает в Троице, Он вечно пребывает с Отцом, человеком Он становится воплотившейся Девы Марии. И как человек, Он претерпевает все то, что Он должен претерпеть ради нашего искупления. Как человек, Он становится одним из нас, людей, и Он делает то, что мы должны были сделать, но не сделали. Он повинуется Богу там, где мы противимся. Он ищет волю Божию там, где мы ищем Своей. Он кротко претерпевает там, где мы бунтуем. Наконец, Он принимает Его послушание, достигает предела в том, что Он умирает на кресте. И вот как человека, Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени. Человек Иисус Христос имеет имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонило всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус, слава Бога Отца. Чье имя выше всех имен? Вот нам Священное Писание говорит имя Иисуса Христа. Когда мне иногда спрашивают свидетели Еговы, а вы знаете имя Бога? Конечно, знаю. Иисус. Имя превыше всех имен это имя Иисуса. И много раз мы в Писании это видим. Например, говорится в деяниях апостольских нет другого имени, кроме имени Иисуса, которым нам надлежало бы спастись. Или о христианах говорится как о тех, кто призывает имя Господа нашего Иисуса Христа. То есть имя превыше всех имен это имя Иисуса Христа. И это имя Бога. Бога, который стал человеком ради нашего спасения. И далее говорится о том, что пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. И это цитата из пророчества Исаии, где Бог говорит о себе. «Мною клянусь, предо мною преклонится всякое колено, и мною будет клясться всякий язык». То есть в Ветхом Завете и, очевидно, этот отрывок отлично известен и Павлу, и его адресатам, «всякое колено преклонится перед Богом». Апостол Павел говорит, что «всякое колено преклонится перед Иисусом Христом». Мы видим здесь, как и много раз в Священном Писании, Иисус Христос отрождествляется с Богом. То есть Иисус Христос одновременно является и Богом, и человеком. И здесь мы видим в этом отрывке очень сжатое изложение учения Бога в воплощении. Иисус Христос, Сын Божий, совечный Отцу и равный Ему, равный Ему в божестве, обладающий той же божественной природой, в Троице становится человеком, уничижает себя самого ради нашего спасения. И апостол, поставляя перед нами этот пример удивительного божественного смирения, когда Бог снисходит к своей твари настолько, чтобы принять на себя природу человека и в этой природе претерпеть смерть. И воскресенье он говорит, что вот мы сами по себе люди, у нас нет какого-то величия, но мы призваны смириться вслед за Иисусом Христом. Мы призваны избирать не нашу волю, а Божию. И когда мы это делаем, мы уготавляем себе славу, вернее, мы входим в ту славу, которая уготована Иисусом Христом. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит восхотение и действие по своему благоволению». Вот еще интересная фраза. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». То есть филиппийцы явно призываются к тому, чтобы совершать свое спасение, к тому, чтобы активно действовать, активно ища Божию и благодать, активно ища возрастания, активно ища угождение Богу. Почему? Потому что Бог производит восхотение и действие по своему благоволению. Человек внешне услышал фразу, что Бог производит восхотение и действие по своему благоволению. Божия благодать делает вас христианами, Божья богодать ведет вас к спасению, он может решить, что раз все это есть дело Божьей богодати, значит, христианину остается лежать на диване. Ровно наоборот. Ровно наоборот для апостола Павла это так, потому что Бог производит восхотение и действие по своему буговолению, и значит, вы должны со страхом и трепетом совершать свое спасение. Бог, действуя в наших сердцах, побуждает нас со страхом и трепетом искать Бога. Возможно, мы несколько это проясним при помощи той же аналогии с влюбленностью. Когда юноша и девушка полюбили друг друга, они переживают это как свалившийся на них дар. Это не что-то такое, что они... Сама вся любовь не что-то такое, что они в себе произвели намеренными усилиями. Но они со страхом и трепетом ищут воссоединиться, они со страхом и трепетом ищут создать семью, и делают это с большим стремлением. И точно так же мы должны с большим стремлением искать нашего вечного спасения, потому что, сознавая, что Бог производит нас это хотяние. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы быть вам неукоризненными и чистыми, чадами божьими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни, похвалимое в день Христов, что я нещетно подвязался и нещетно трудился. Христиане призваны сиять, как светило в мире среди строптивого и развращенного рода. И много раз апостол нас увещевает не сообразовываться с веком сим, не подражать нашему окружению, но взирать на Бога и взирать на его святых. «Но если я и соделываю жертву и за жертву, и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам, а всем самым, и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне». Апостол упоминает свои личные перспективы. Его личные перспективы соделаться жертвой. Он находится под стражей, и вполне вероятно, он имеет основание это предполагать, ему предстоит смерть. Он действительно воспримет мученический венец. В итоге мы это уже знаем. Он об этом весьма определенно догадывается, но он говорит, «Я соделываю жертвы, но я радуюсь и сорадуюсь всем вам». Мне предстоит умереть, но я радуюсь и сорадуюсь. Чему? Тем, что у нас есть в Иисусе Христе дар вечной жизни. Он есть у Павла, и он есть у филиппийцев. «Надеюсь, что в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын Отцу, служил мне в богоествовании. И так я надеюсь послать его тотчас, как скоро узнаю, что будет со мною. Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам». Апостол хвалит Тимофея и противопоставляет его неким людям, которые ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. И парадокс ситуации в том, что люди, которые ищут своего, они ничего в итоге не находят. Их жизнь оказывается унылой, разбитой, пустой, бессмысленной. Человек, который посвящает себя Иисусу Христу, его жизнь полна и даже счастлива. Апостол Павел лишен, конечно, всего того, что принято связывать с счастливой жизнью. У него нет дома, нет семьи, нет достатка, нет безопасности. Он сидит в вузах в ожидании смерти, но он счастлив. Он настолько преисполнен радостью, что зажигает этим людей вокруг себя. Но он обладает всем этим, потому что он служит Иисусу Христу, потому что он решился предать свою жизнь Иисусу Христу. И в этом отношении Тимофей ему подражает, некоторые другие люди нет. «Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и подвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Ибо он был болен и при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавлять мне печаль к печали. Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его, снова возрадовались, я был менее печаль». Мы видим здесь удивительный момент. Епафродит был тяжело болен, брат и сотрудник апостола Павла. И он скорбел, что филиппийцев он опечаливал тем обстоятельством. И апостол Павел говорит, что Бог его помиловал, чтобы не прибавлять мне печаль к печали. В жизни апостола Павла присутствует печаль, и вот эта христианская радость, которую он преисполнен, она не означает, что у человека постоянно какое-то радужное настроение, он ходит все время с улыбкой в 32 зуба. Нет, эта радость находится на более глубоком уровне. Христианин не делается бесчувственным, он не делается человеком под наркозом. Апостол Павел был бы глубоко опечален тем, что его друг умер. Он бы плакал об этом. Но под всеми этими скорбями, под всей этой печалью находится глубокая и несокрушимая радость. Воскресение Христово. Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его, снова возрадовались, и я был менее печален. Примите же вы в Господе со всякой радостью и таких имейте в уважении. Ибо он за дело Христова был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне. Был близок к смерти за дело Христова, быть христианином в то время было крайне опасно, как-то бывало опасно и в другие времена. И мы видим, что Епофродит подвергается опасности не потому, что он творит какое-то насилие, не потому, что он бомбы подкладывает, не потому, что он ведет партизанскую войну, но потому, что он проповедует Христа, потому, что он служит апостолу. И в этом состоит христианский подвиг. Люди часто мечтают о подвиге, но вот тут подвиг людей, которые не несут кому-то смерть, подвиг людей, которые несут жизнь. И делают это, в том числе подвергая себя опасности. Мы с вами читали вторую главу послания святого апостола Павла к филиппийцам. Мы делаем это в рамках библейского портала Exeget.ru Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok